всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы ответить на очень часто задаваемый вопрос о том как подгонять разные лупы или какие-то партии из других проектов под текущий темп проекта то есть о чем идет речь речь идет о том когда у вас уже есть какая-то аранжировка готовый проект уже все настроено и вы хотите например закинуть кунти капеллу допустим или какой-то луп из своей библиотеки и он просто не подстраивается под ваш темп то есть у вас в данном случае у меня темп 115 вы закидываете какой-то луп и он просто играет сам по себе в своем темпе и вопрос у многих возникает как его подогнать четко под сетку потому что ну бывают проблемы что не всегда легко понять какая какие доли в лупе то есть внутри это капелла какая-нибудь или вокал или там какая-нибудь не знаю партии гитары бывает что сложно понять темп чисто визуально там определить там быстрее или медленнее но так или иначе вам для того чтобы тот метод который сейчас покажу чтобы он получился вам нужно знать всего одну вещь вам нужно знать темп оригинальный того сэмпла или того лупа или той партии которую вы импортируете в уже готовый проект то есть этот темп можно узнать ну там либо спросить либо посмотреть либо как в случае моего вот это пример который вам сейчас покажу в названии вот этого лупа уже написано что он был сделан в темпе 122 либо например использовать bpm каунтер как я показывал одном из видео как определить темп лупа или партии или минуса чтобы просто понять какой темп у того или иного фрагмента ну собственно давайте посмотрим что делать в таком случае вот я импортирую этот луп он записан в темпе 122 меня темп 115 давайте послушаем как это сейчас звучит то есть слышно что вот этот луп он звучит как бы быстрее чем моя аранжировка соответственно что делать на самом деле очень простой метод вам нужно включить режим flex но проблема в том что если включите режим flex сейчас то он скажем так проанализирует этот файл и пропишет в него тот темп проекта который у вас сейчас стоит то есть мы знаем что вот этот луп у меня записан на самом деле в темпе 122 но если сейчас включу режим flex например ритмик или полифоник неважно у меня этот файл для лоджика будет как бы 115 битным пуну по темпу имеется ввиду то есть несмотря на то что мы знаем что он на самом деле 120 122 удара в минуту для лоджика будет вспомнить как 115 поэтому у нас скажем так чудо не произойдет что нужно сделать для того чтобы собственно эта тема получилось нужно просто взять и сдвинуть темп своей аранжировки до того темпа в котором записан оригинальный этот лук то есть очень просто при этом не бойтесь что что-то может съехать где-то разъехаться например если у вас используются какие-то аудиофайлы они конечно же разъедутся по местам по длительности то есть у вас будет полный сумбур и каша но это временно то есть на это не обращайте внимание мы сейчас только фокусируемся на вот этом конкретном сэмпли или лупе или какой-то партии который нам нужно подогнать под темп нашего проекта то есть я сейчас ставлю здесь темп 122 потому что я знаю что у меня здесь темп 122 у этого лупа ставлю 122 и вижу что теперь они идеально совпадают луп занимает ровно один такт ну и собственно моя музыка тоже звучит быстрее потому что у меня здесь только миди нет никаких партий аудио поэтому собственно это работает но мне нужно обратно вернуться 115 поэтому теперь вот уже когда я включил режим 122 то есть темп поставил я могу включить уже спокойно flex режим на этом регионе выбираю ритмик так у нас это перкуссионный луп выбираю ритмик теперь он проанализировался к нему привязался темп 122 уже физически и теперь я просто беру и замедляю темп вручную обратно на мой исходный и мы видим что луп замедляется вместе со всем остальным то есть мы вернулись обратно в наш темп и при этом наш луп также остался ровно один так то есть он не сжался не ускорился не замедлился ну точнее он замедлился но он остался по длительности относительно сетки абсолютно той же длины и ровно синхронно со всем проектом то есть теперь мы можем выйти из flex режима и просто его раскопировать ну думаю методика понятно то есть еще раз напомню вы узнаете темп исходного материала закидывать его в проект меняете проект темп всего проекта меняете на тот темп который этот файл был изначально записан в каком бы это темпе не было чтобы не произошло с аранжировкой ничего страшного все потом вернется на свои места когда вы вернетесь обратно на свой исходный темп то есть вы поменяли темп на новый включили в этом новом темпе flex режим на конкретной партии которая вам нужна и в конкретном режим там полифоник или ритмик и после этого возвращаетесь обратно в свой темп таким образом вот этот файл уже возвращается вместе со всей аранжировкой обратно в исходный темп и он либо ускоряется либо замедляется но так или иначе он синхронен с темпом вашего проекта то есть методика очень простая один раз ее выучить запомнить и у вас никаких проблем с этим не будет ну что ж на в этом видео у нас на этом все увидимся с вами в следующих уроках всех всем успехов в творчестве с вами был дмитрий русул всем пока